Сегодня вы увидите противостояние Пригожина и Стрелкова. Стратегия это не просто ущербная. Новые аналогов нет и России. Как россияне уже в открытую желают победы украинцам. Потому что желаю победы Украине. И поговорим, что же произошло сегодня в Иране. Всем привет, с вами Карина Клышун и это проект в тренде. Сегодня я поделюсь с вами новой порцией актуальных и местами смехотворных новостей, которые вы могли пропустить за прошедшие сутки. Что ж, начинаем. Этой ночью в Иране было неспокойно. Как сообщают СМИ, в стране произошел ряд взрывов в связи с атаками дронов по промышленным и военным объектам страны. Удары зафиксированы в разных регионах. Они не нравятся. В следствии ударов есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу, заводу по изготовлению оружия, а также по заводу по производству дронов. Как гласит инсайдерская информация, есть вероятность, что речь идет о заводе, производящем печально известные шахеды. Минобороны подтвердила факт взрывов в Исфахане. При этом власти Ирана отрицают, что атака привела к ощутимому ущербу. И что это безуспешная атака. Якобы было всего три дрона, один из которых был сбит, а два других попали в оборонительные ловушки, которые причинили незначительные повреждения мастерской. А вот так у них выглядят незначительные повреждения. Где-то мы уже слышали такие оправдания. Пока что никто не взял на себя ответственность за атаки и никто официально их не комментировал. Но при этом издание Аль-Арабия со ссылкой на свои источники сообщает, что взрывы стали частью спецоперации Израиля. Пока что новости по Ирану звучат примерно так. Кто-то нанес какие-то удары по каким-то объектам. Ведь подробностей и официальных заявлений еще нет. Наблюдаем. Тем временем в России разгорается внутренняя борьба за власть. Любовная эпопея Гиркина-Стрелкова и Пригожина прямо пленила сеть. Напомню, что недавно Пригожин предложил Госдуме ввести уголовную ответственность за дискредитацию зэков. Ранее я вам об этом уже рассказывала. Но на данные предложения отреагировал Стрелков. Как уже можно понять, неположительно. Он заявил, что несмотря на все боевые заслуги ЧВК, больше всего структуру дискредитирует именно ее руководитель. А делает это с помощью видео с внесудебными казнями. После этого Пригожин позвал Гиркина воевать к себе в ЧВК. И пока тот думал, повар Путина решил записать немногословное аудио. Там он рассказал, что же ждет Стрелкова в ЧВК, где в случае проигрыша пообещал спросить с Гиркина и справить нужду на лицо Гиркина в случае, если тот сбежит с передовой. Его отправят в тренировочный лагерь, где если он начнет буксовать, ему эти вопросы будут задаваться еще и еще раз, возможно, с пристрастием. Если все пройдет благополучно, то через месяц-другой его бросят в самое пекло, там, где он должен будет доказать свою надежность. Останется жив, я пожму ему руку. Попробует сбежать, поссу на его лицо. Погибнет героем, похороним с почестями. Собственно говоря, вот такая перспектива работы в ЧВК «Вагнер» у Стрелкова. Стрелков же в ответ заявил, что уже, оказывается, был согласен пойти в «Вагнер», но после такой критики он отказывается. В общем, статус все сложно. Санта-Барбара отдыхает, на России могут делать сериалы похлеще. Друзья, а как вы думаете, почему эти два неадеквата продолжают так рьяно бороться друг с другом? Пишите в комментариях, а я обязательно их прочту. А также ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще этого не сделали. А мы продолжаем. Но помимо Санта-Барбары, на болотах, похоже, продолжают снимать комедию. Выражение «спустить миллиарды в трубу» теперь заиграло новыми красками. В Белгороде военные показали, как из трубы и изоленты изобрели перископ разведчика. Этот прибор очень помогает при зачистке зданий, потому что ты положил, посмотрел из-за угла, так же может по копе пригодиться. С бюджетом, наверное, у второй армии мира туговато. Ожидаем в скором времени гранаты из навоза. Пока у одних труба с оружием, у других труба с алкоголизмом. В армии России придумали, как наказывать военных за пьянство. Просто кинуть в яму. Вы не полезли. Вы сказали, что не полезли. Так я и не лез вообще. Пока не давали, чтобы все команды. Да, они просто сказали, что давайте на раулу там... Да, может, будем туда пихать. Это я последний там остался. Я думаю, что у меня в яму какая-то... Они говорят, давай, иначе где-то у нас принял парочку. Бросим. Там они сидят уже двое суток и предстоит им еще сидеть неделю. И вместо того, чтобы официально оштрафовать или наказать по закону, их просто затолкали автоматами в яму. Без суда и следствия. Ну, сегодня еще ни разу не кормили. Вчера дали, по-моему, тушенки. Курик. А суп это так вот вот. И ночью уже в 4 часа ночи где-то вот банку выучили. На троих. А дальше что? Накол сажать начнут. Но это все не мешает пропаганде рассказывать о том, что смерть на войне, даже если иногда она приходит из-за своих же, это святое. Чиновница из Забайкалья продолжает гнуть линию. Жертвенность за Россию – правильное решение. Я говорю, расхожие мнения ходят о молодежи, но когда встает выбор перед нашими ребятами за или против, они выбирают правильное решение. Они жертвуют своей жизнью, они любят свою Родину, они являются настоящими гражданами нашей России и делают все для нашей победы. Теперь в школе две парты героя и настоящий пример мужества для кадетов-юноармейцев, что воспитываются в этих стенах. Понимаете весь абсурд? Молодых людей не спрашивают, за они или против. Их просто пачками всех отправляют на убой, заставляют идти и захватывать чужие территории. И делают это всегда те, кто сам отсиживается в глубоком российском тылу. А потом эти подстрекатели публично гордятся гибелью своей же молодежи. Интересно, а когда уже за эту страну можно будет не помирать, не пойми за что, а просто нормально жить? Россияне, все еще верите в то, что российская армия вот такими своими жертвами спасает украинский народ? К вашему вниманию, на Геббельс ТВ начинают уже рассуждать, какие же будут в будущем российско-украинские отношения. Значит, какое будущее ждет российско-украинские отношения, Богдан Анатольевич? С моей точки зрения, российско-украинские отношения превратятся в русско-русские отношения. Русско-русские? Да, должна быть действительно уничтожена украинская государственность, потому что она несет раздор. И мы должны достигнуть того общерусского единства, о котором мы мечтаем уже 200 лет, в том числе и те люди, о которых я говорил на Западной Украине. Спасения нет. Геноцид – он самый. Уничтожить украинскую государственность – и все украинское. Но, похоже, этот недоэксперт еще не понял, что в Украине русский мир никто не ждет. И переубедить украинцев стать русскими у них никогда не получится. А если они прям уверены в своих словах, то покажите им видео, где украинцы голыми руками останавливают танк. А потом спросите еще раз. Хочу вам показать еще одного пропагандиста, у которого все чаще вылазит его сущность. Похоже, танки, которые передают Украине до Соловьева, начинают дотягиваться быстрее, чем до фронта. Просто послушайте это. День рождения Зефюра Укра-Рейх отметил празднование. Я, Натюрлих, маленькую бандеровскую сволочь, баловали его хозяева. Да, они ему давали танкишин, я, игратышин, танкишин, я, тудашин, сюдашин. Эх, такой актерский талант пропадает. И это он еще нас нацистами называет. Но спешу добить этого неадеквата. Италия и Франция закажут 700 ракет для комплексов Сэмп-Ти и передадут Украине. Главное преимущество Сэмп-Ти перед Патриот то, что он может сбивать ракеты у самой земли. Самый низкий перехват на учениях составил 5 метров. И его уже вскоре доставят для ВСУ. Ну а вместе с ним доставят и ракеты. Как заявляют министры обороны этих стран, они будут продолжать поддерживать Украину, защищать Средиземное море от новых угроз и увеличивать производственные мощности, в частности в сфере противовоздушной обороны. Но несмотря на вопли российской власти и тотальную пропаганду из-за мировой помощи Украине, все больше россиян начинают открывать глаза на происходящее. И уже в открытую желать украинцам победы. Это уже военный вопрос. Я не знаю, помогут, если они по решению этой темы, то замечательно. Кому помогут? Украине. Если бы это можно было решить разговором и миром и так далее, я бы, конечно, хотела, чтобы так произошло. Но раз уж наша страна начала, а это надо как бы дать по зубам, чтобы уже ушли. Ну, если я скажу, что я рад, меня посадят. Поэтому такое сомнительное. Я не могу сказать, что мне это нравится, мне нравится, мы живем в России. Но хотелось бы, чтобы война область закончилась. Мне кажется, танки этому помогут как-то. А напоследок покажу вам того, для кого победа Украины будет личным поражением. Картофельный фюрер Лукашенко, сидя со своим шпицем за столом, опрокинул рюмашечку беленькой и поздравил белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой. Смотрел, болел, переживал, местами выражался нецензурно, но предсказал победу. Так сообщили в пресс-службе президента. Интересно, скоро будет косплей на нового аватара? До свидания. Теперь все у Арине есть, надо пожелать ей личного счастья, здоровья и обед. Давай, поздравляем. Ты хочешь какое-то отношение имеешь с ним? Странбина? За тебя. За тебя.